Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк провел 54-ю сессию Совета по правам человека 11 сентября 2023 года. Фолькер Тюрк сказал в своем заявлении, что стремление Китая к развитию достигло значительных успехов в борьбе с бедностью. Вместе с тем, недавние экономические трудности в стране подчеркивают необходимость применения подхода, основанного на более широком участии, при котором уважаются все права человека, включая права представителей этнических меньшинств, люди в сельских общинах, трудящиеся, работающие в качестве домашней прислуги, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Открытие пространства для участия гражданского общества и дебата, в том числе при критике политики и пропаганде перемен, создает более устойчивое и жизнестойкое общество. Как подчеркивал мой офис год назад, проблемы в уйгурском автономном районе требуют от властей принятия решительных мер по исправлению положения в соответствии с нашими рекомендациями. Я также по-прежнему обеспокоен продолжающимся содержанием под стражей правозащитников. Тем не менее, заявление Фолькера Тюрка не было должным образом посвящено продолжающемуся геноциду уйгуры в Восточном Туркестане, который является предметом глобальной озабоченности и осуждения. Китайский режим в Синьцзяне объявил, что проведет в этом месяце испытания по тревоге для унифицированных систем противовоздушной обороны в пилотных районах ПВО. Согласно вчерашнему сообщению, в китайской народной сети оккупационный китайский режим развернут по всему Восточному Туркестану под названием так называемой индивидуальной оборонной подготовки, чтобы вселить страх людей, улучшить взгляд людей на национальную оборону, повысить осведомленность общественности о противовоздушной обороне, контроль производительности сигнального оборудования, противовоздушной обороны и т.д. 16 сентября в 12.00 по местному времени власти сообщили, что под разными предлогами будут проведены предупредительные сигналы ПВО, испытания и контрольные исследования. Продолжающимся признаком замедления экономического роста в Китае является сокращение прямых иностранных инвестиций. Согласно заявлению Министерства коммерции Китая, прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 5,1% в годовом исчислении в период с января по август до 118 млрд долларов. Тайваньский спор между США и Китаем приобрел новое измерение. Внезапный санкционный шаг против США исходил от Китая. Согласно экстренному сообщению АФП, Пекин объявил, что введет санкции против двух американских оборонных компаний за продажи оружия Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В заявлении пресс-секретаря говорится, что этими компаниями были Локет Мартин и Норс Роб Грамман. В заявлении американского миллиардера Илона Маска о том, что Тайвань является частью Китая, было встречено резкой реакцией в Тайбее. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву ответил Маску, заявив, что Тайвань не продается. На бизнес-саммите на этой неделе Маск сравнил Тайвань с Гавайями, назвав его неотъемлемой частью Китая. Президент Франции Мануэль Макрон объявил, что посол Франции в Нигерии Сильвене Те взят с заложники военным режимом Нигерии. «В Нигерии прямо сейчас, когда я говорю с вами, находятся наш посол и дипломатические сотрудники, которые буквально взяты в заложники в посольстве, где запрещена доставка еды», – сказал Макрон прессе. Редактор субтитров А.Семкин